Всем привет! Сегодня мы поговорим немножко о психологии, личных проблемах людей, о низкой самооценке и вообще о таком моменте, как что-то спросить у самого близкого, казалось бы, и родного человека, но что-то некоторых людей останавливает. Нередко встречается тема, в комментариях мне задают вопросы или в личных сообщениях, женщины, девушки, которые живут не только в восточных странах, да, потому что я живу в Турции, я в основном про это снимаю, про менталитет восточный, но это встречается в принципе с любыми другими национальностями, народностями, потому что проблема и дело в самой самооценке человека, у кого это проблема, И эта проблема возникает в любой другой стране, неважно, кто рядом с вами находится. Проблема такая, что женщины, которые в зависимом положении от своих супругов, либо от своих молодых людей, но не обязательно они связаны узами брака на данный момент, да, проблема таких людей в том, что женщина финансово зависима, по каким-то причинам она не работает, и муж не дает ей карманных личных денег, либо он ее очень сильно контролирует, затем высказывает, ты потратила слишком много денег, ты потратила их не туда, ты расточительный и тому подобное, вариантов может быть много, и такие варианты еще, что муж вообще категорически не приемлет траты на мои личные расходы, Но мы как женщины знаем, что эти расходы есть всегда, это не даже экстра какие-то, я говорю про моменты не большой роскоши, да, а элементарные средства гигиены, минимальная какая-то одежда просто, да, чтобы выйти из дома в конце концов, что одежда имеет свойство портиться, и какая-то косметика и тому подобное. То есть женщины в бесправной позиции сталкиваются с тем, что они остаются без средств существования, по каким-то своим причинам не могут работать, но если мы берем это за границу какую-то, переезд к иностранному мужу, то первое время женщина не может, ну вот, например, в Турции работать, просто не зная языка, второе, там, я не знаю, не адаптировала свой диплом или какие-то знания, если она это вообще планирует делать, и третье, просто по закону женщина, по виду нажительства, ты турист здесь, ты не имеешь права работать, работают здесь граждане, либо человек с бизнес-физой, то есть с приглашением на работу от какой-то компании, не обязательно должна быть огромная компания, но какой-то работодатель должен за тебя платить налоги, тогда ты будешь туристом, который имеет право на работу здесь. И, соответственно, что, ну, большинство, наверное, 95% женщин, которые сюда переезжают не для работы, а замуж, они, ну, хотя бы первое время не работают, но многие так и остаются и продолжают в итоге не работать. С этим связана вот куча всяких проблем и нюансов, не только само желание пары или там на востоке женщины восточные не работают или еще что-то делать, совсем даже не в этом. И многие спрашивают, а как спросить мужа о том, чтобы он мне давал больше денег или еще что-то, а зачем это делать, потому что вы, самое главное, уже упустили отношение к вам, вот такое ваши потребности, ваши желания, минимальные, базовые, я не говорю про роскошь, да, они не учитываются, не воспринимаются супругом и считаются незначительными. То есть вас, ваших потребностей, как таковых, не существует. Однажды упустив этот момент, не расставив личные границы и прогнувшись, вы получаете вот такой результат. Сегодня я хочу поговорить не о том, как просить деньги, если они нужны, потому что ответ очень простой. Ртом открываете рот и говорите о том, что мне нужно, и все. Других моментов здесь нет. А если вы ищете ответ, а как деликатнее, а чтобы вам не плохо не подумали, или как мужа не расстроить, или создать какую-то ему дискомфортную ситуацию, чтобы там ему было комфортно и хорошо, или не прослыть меркантильно, если мужчина сейчас или до этого ранее вашу голову заложил мысль о том, что вообще иметь потребности и, не знаю, покупать, простите, трусы и носки, это меркантильность. Но, опять же, мы идем к причинам, что проблема в вас. Какие посылы для этого, почему женщины выпадают в подобную ситуацию? Потому что у женщин, во-первых, таких людей, кто в такой ситуации, низкая самооценка, отсутствие личных границ и, в принципе, неверование в себя из-за низкой самооценки, что я что-то могу, что-то хочу вообще, и свои потребности и желания такой человек запихивает, скажем так, глубоко свои желания и хотелки в себя, и о них не говорит. Если вы себя в этом узнали, вы прекрасно чувствуете, может, это отчасти обидно сейчас звучит, да, видеть себя со стороны и свои какие-то огромные, то есть, проблемы. Это общая масса проблем, которые приводят вот к такому результату, потому что эти проблемы вместе, взаимосвязаны и выдается у нас, по факту, мы имеем то, что имеем, да, какое-то бесправное существование, когда не закрываются твои даже минимальные потребности. Некоторые люди могут сказать, ну, иди на работу или возвращайся домой и решай финансовую проблему, то есть, сама для себя зарабатывай. Я с этим, в принципе, согласна. Это один из вариантов решения проблемы. Но дело в том, у меня как психолога, моя задача, да, объяснить какие-то процессы, чтобы люди сделали выводы, возможно, в себе начали что-то менять. Я как психолог могу сказать, что это не решение окончательной проблемы психологической, самого человека, когда человек, женщина, в нашем примере, да, она изменит свое отношение к этому, начнет, например, повышать самооценку, любить себя и поймет, что они никто другой, как ее муж на данный момент, а пример того, что о ней ее супруг не думает. И пока она это не поймет, сколько бы она ни ходила на работу, сколько бы она ни кидала мужчин, она будет находить тех, кто любить ее не будет, уважать ее не будет, потребности минимальные, если это нужно, закрывать ее не будет. И, по сути, человек продолжает с этим мучиться, жить с этими комплексами и проблемами, и проблема не решается. И в этом данном случае пойти на работу, это не совсем решение проблемы, это избегание. Саму проблему коренью это не решает. Как решить подобную проблему и почему женщина, оказывается, может оказаться, и не только женщина, в принципе, мужчина тоже касается, это у меня пример чисто женский такой был по вашим комментариям. Мы можем оказаться, люди, в таких ситуациях на работе, в зависимой ситуации, когда мы не можем отстаивать свои границы, попирать их, кто-то их попирает, да, мы не можем противостоять, мы это сглатываем, молчим, потому что нам важно, что они скажут, подумают, как нас оценят, негативно оценят. Нам страшно быть плохими в глазах других людей. Почему человек оказывается в подобной ситуации и к нему так относятся? Очень просто, низкая самооценка, то есть когда-то, когда выстраивались личные границы с человеком, например, с супругом, да, вашу границу попирали, вы не среагировали, вы не дали отпор и позволили человеку это сделать. И на самом деле, скорее всего, ваш супруг думает, что это нормально. На данный момент, если вы попросили что-то, пытались сдвинуть границу, сказать, ну, у меня есть потребности, мне вот это нужно, и вот это, и он агрессирует, либо избегает, не хочет решать эту проблему, говорит о том, что ему просто так удобно. Если вы с ним будете общаться подобным образом и ставить ультиматум какое-то поведение, то есть из-за этих мелочей, как правило, не разводятся. Он может поругаться, попыхтеть, но границу все равно вашу расширить, самому это двинуться, сдать позиции. Потому что базовые минимальные потребности бытовые у людей всех, я опять подчеркну в четвертый, наверное, раз, не говорю о излишках каком-то шики и супердостатке, я говорю о минимальном наборе каком-то, да? И каждый человек имеет на это право. И тут не с этим, просто никак не поспоришь. И ваш супруг не исключает, просто придется это принять. Вопрос уже в том, готовы ли вы отстоять сейчас свою границу? Скорее всего, нет. Поэтому вы находитесь в этой ситуации. Причина этого ваша низкая самооценка, мне страшно, что обо мне плохо подумают, обо мне плохо скажут, или мой муж меня гнобит. Это если, может, какие-то абьюзивные отношения, он мне говорит, что мне это все ничего бытовое не нужно, что то, что у меня есть, я должна доносить, и я вообще красивая, без косметики, и так далее, и так далее, и тому подобная история. Это немножко уже другое ответвление. Это проблема не только личных границ, это проблема зависимых отношений, что, в принципе, вашу самооценку понижает ваш супруг. Для того, чтобы, скорее всего, чувствовать себя главным, быть выше, замещаться каким-то образом, а вы, как жертва, это принимаете. И в этом случае эту проблему надо разбирать еще глубже. Почему вы в позиции жертвы? И вам нужно отказываться по жизни от позиции жертвы. И вот этот момент финансовый и попирание ваших личных границ – это лишь симптом вот этой главной причины. В чем дело, да? Никогда не поздно бороться, скажем так, в кавычках, за свои права. И чтобы не попасть в подобную ситуацию, финансовую яму-дыру, это нужно обсуждать до свадьбы, до того, как вы съезжаетесь заранее на берегу. Вы себя этим подстрахуете. И многие скажут, ой, надо подготовить финансовую подушку перед переездом за границу. Да, правильно. Это не говорит о том, что вы обязательно должны оттуда тратить деньги на мелкие какие-то, не роскошества, а бытовые потребности свои, типа носки, трусы, простите, да? Минимальная, там, не знаю, тушь для глаз или еще что-то, подобные вещи. Потому что, когда ваш иностранный супруг берет вас в жены, я всегда говорила, это не дешевое удовольствие, нормальный уровень жизни иностранки. Это куча документов, дорогих оформлений. Плюс она не может работать, если все легально, особенно так по правилам, да? Супруга первое время работать несколько лет не может. И когда мужчина берет ее на себя, ответственность за эту женщину, перевозит ее к себе, он должен тоже об этом знать, что она хочет пить, кушать, есть, и у нее рутся носки. Если вы в этом моменте будете тратить на себя свои отложенные какие-то залежи, финансовую подушку свою, он никогда этой ответственности не прочувствует. Я не говорю о том, что он всегда должен за вас там все делать, покупать, вы как ребенок, да, какой-то безмолвный за вас все делают. Нет. Но хотя бы вот в этих мелочах бытовых первое время он должен почувствовать, что он несет за вас ответственность, потому что ему просто будет более жалко потерять вас в будущем, он не будет вами разбрасываться, он не будет понижать вашу самооценку, потому что тебе это не надо. Главная проблема, кто оказывается в такой ситуации, это низкая самооценка в скупе с тем, что я не могу оставить свои личные границы, я однажды прогнулся, этим воспользовались. Или я в принципе никогда, я все сглатываю, промолчу, никогда не ругаюсь и своему супругу, либо партнеру все позволяю. И он думает, что так нормально. Как решать этот вопрос, эту проблему? Очень просто. Говорит открыто, прямо. Если вам проблема самооценки и вам стыдно открывать рот, затрагивать подобные проблемы вообще, за вас это никто не сделает, это ваши интересы, и вам от этого плохо, поэтому и вы должны решать свою проблему. Второе. Насколько вам это плохо? Насколько вам приемлемо носить дрявые носки, трусы и майки, жить без шампуня для волос или еще что-то, каких-то элементарных вещей? Вы настолько себя не любите? Задайтесь этим вопросом, насколько, когда ваша точка кипения дойдет, когда будет вот это дно, которое нужно будет пробивать, одно пробить тоже можно, там бесконечность, я вам скажу. И когда вам это надоест, вы зададите себе подобный вопрос, вот какая точка кипения у меня, когда я скажу, что хватит. Просто, наверное, если вы не готовы решать эту проблему и боитесь, что обо мне скажут, вас еще не до конца унизили, и для вас этого недостаточно. Вы своего дна еще не достигли. А если вы ее уже достигли, понимаете, отступать некуда. Дно достигнуто, да, нам только остается одна отталкиваться и прыгать вверх. Вверх прыгать это поднимать свою самооценку, начинать любить себя и заботиться о себе. И видите, ваш мужчина, если вы попали в подобную ситуацию, зависимую финансовую, унизительно от него, говорит о том, что он о вашем уважении не думает, он вас не уважает, ответственность за вас не берет. Кто за вас это будет делать? Только вы. Тем самым автоматически поднимая свою самооценку, говоря, что у меня есть право голоса, у меня есть потребности и желания, и я хочу, чтобы в этой семье меня тоже услышали, чтобы мои потребности минимально тоже закрывались. поэтому вывод только один. Если даже у вас низкая самооценка, вы должны уже наконец-то открыть свой рот и сказать о своих потребностях. Неважно, будет робко это сказано или сразу с манифестом, ультиматумом, но вы должны начать говорить. говорить о том, что вам нужно, о том, что вам это нужно, скажем так, не то, чтобы беспрекословно, но отступать или альтернатив я не рассматриваю. Мне это просто нужно. Я не хочу, я человек, ходить в грязь, там, в дрябых носках. Ну, это такой условный пример, да? Я женщина, я хочу красить волосы. И мне нужна, например, краска для волос. За вас это никто делать не будет. А если вам нравится существовать, вы не готовы сейчас открывать, в принципе, рот и, ну ладно, я промолчу, как всегда, ну ладно, я проглочу, мне очень важно, что обо мне подумают, может, не хочу вас расстраивать. Ну, дальше будет хуже, у вас вообще ничего не будет. Никогда. Инициативы этого человека, который вас финансово объюзит, никогда от него не будет. Он не изменится. Он в один момент не проснется, не скажет, о, черт, что же я своей жене платье новое никогда не покупала, косметику она у меня не видела, по ресторанам не водила, сейчас я начну у нее деньги тратить. Нет. Вы просто стали настолько безмолвной, безликой и удобной, он никогда так об этом не подумает. И раскрою, может быть, секрет, если вы задавались вопросом, почему одни женщины очень легко могут просить, что-то, да, мужчины им это реально дают. Другие женщины, например, такие, как я, не могут этого делать. Мне стыдно, мне неприятно, или я чувствую себя неуверенно, я вообще не могу открыть рот на эту тему. Очень просто. тем женщинам, во-первых, нечего терять, во-вторых, у них в порядке самооценка. Они не вкладывают туда каких-то больных доводов, мыслей, а что обо мне подумают, а что обо мне скажут, ей наплевать на общественное мнение, потому что у нее хороший уровень самооценки. Дело только в этом. Надеюсь, это видео было полезным для чьих-то размышлений, девушки, для вас. Если кто-то себя в этом увидел, я вам желаю открыть уже на конец свой рот и решать свои проблемы. Хочу, чтобы вы поняли, за вас это никто никогда в жизни делать не будет. Это только ваши потребности, соответственно, ваши интересы. Если вы считаете, что данное видео полезно, покажите его, пожалуйста, своим друзьям и подругам, распространите в соцсетях и поставьте лайк этому видео. Я жду ваши комментарии на эту тему. Мне будет очень интересно с вами пообщаться. Под видео я также оставляю свою почту, электронный адрес, куда вы можете написать ваши личные истории анонимные для публикации на канале или записаться ко мне на психологическую консультацию. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.